Всем привет и прекрасное настроение! С вами Михаил Пудрявцев и Татьяна Зычак. Сегодня мы с вами должны поговорить о том, как в первом приближении сделать ваш танец ритмичным и отчасти музыкальным. Итак, для того, чтобы ваш танец выглядел ритмично, даже при условии, что вы соединяете между собой базовые принципы дискофокса, которые, как мы знаем, на три счета и элементы, которые рассчитаны на четыре или восемь счетов, вместе складывались в гармоничный танец. Давайте сразу с примерами. Представим ситуацию, что я принял осознанное решение сделать обходную американскую. У меня получается раз, два и три, четыре, пять и шесть. Теперь, для того, чтобы выйти, например, в раскрытие, я буду тратить на заход два счета. Таким образом, семь и восемь. При этом выход самого раскрытия будет снимать также два счета. Раз, два. Теперь, для того, чтобы повести партнерша на следующее действие, я снова трачу два счета. Три, четыре. Перенаправляю партнершу в следующее действие, также трачу два счета. Раз, два. Я хочу пойти дальше и снова использую два счета. Три, четыре. Я захотел сформировать точку. Я в ней стою. Снова два счета. Раз, два. Мне захотелось выйти из нее. Снова трачу два счета. Три, четыре. Теперь мне хочется танцевать, например, заход в американку. Раз, два и три. Но при этом вывести партнерша на следующее действие. Что же я буду делать? Я поставлю в четвертый счет ее, как будто я буду выходить классическим образом. А потом снова хореографию свою строю по принципу двухсчетового действия. Таким образом у меня получается пять, шесть. А дальше снова два счета трачу. И получается семь, восемь. И завожу ее на дак. Раз, два. Возможно, вам сейчас ничего не понятно. Поэтому разжевываю. Я предлагаю вам использовать следующую логику. Каждый раз, когда вы начинаете свою хореографию по принципу базовых элементов, не построенных по принципу дискофокса, то есть не заложена ритмика раз, два и три, исключительно по принципу счета раз, три, пять, семь, то есть все нечетные счета тратятся непосредственно на старт действия или же формирование точки. Например, если я буду вращать партнершу, например, раз, два, три, четыре, то во время исполнения точки я буду использовать нечетные счета. То есть раз, или три, или пять, или семь. При этом счета два, четыре, шесть, восемь я буду тратить непосредственно на хождение в точке, а точнее, скорее всего, на прет. Я не могу позволить себе сделать, например, следующую логику. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если вы, мужики, начнете исполнять именно такой паттерн поведения, то с большой долей вероятности ваш танец начнет становиться все сильнее и сильнее неритмичным. Мое наблюдение говорит о том, что большинство танцоров, пришедшие в дискофокс, прошли через четверку. И у вас уже на базовом уровне заложено, что в сильные счета мы двигаемся, а на более слабые мы условно продолжаем то, что уже было создано. Поэтому эту логику мы переносим в дискофокс. Тогда вы танцуете любую хореографию и всегда считаете, где у вас четные счета, где нет. Давайте еще возьмем пример, другую хореографию. Опять-таки начну с базового принципа дискофокса. Раз, два и три. И я хочу сформировать точку. Тогда я буду делать четыре, а формировать точку, как мы с вами выяснили, в нечетный счет. Пять, шесть я буду стоять, а точнее делать преп. Если же я не хочу на семь идти дальше, тогда я в пять пришел, в шесть я буду находиться здесь, в семь, восемь я сделаю какую-то другую хореографию в этой точке и пойду уже на переход в следующий нечетный счет. Например, в счет раз. И опять-таки выход у меня будет. Раз, следующее действие продолжается. Два, а новое начинается снова в нечетный счет. Три, продолжается он. Четыре, а следующий действие начинается. Пять, шесть, то есть в нечетный счет. Формирование точки, также в нечетный счет. В четный я нахожусь в ней, или же дотягиваю позицию, после чего в нечетный снова двигаюсь к партнерши. Если я захочу перейти на базовый принцип дискофокса, я буду выдерживать ту же самую логику. То есть я в нечетный счет начну двигаться. Например, раз, два и три. А далее счет четыре я займу чем-то. А в пять я снова, например, встану в точку. Если вам надоело быть неритмичным танцором, тогда приходи в школу танцев динамика. Ведь мы с Татьяной и наши коллеги с огромным удовольствием сделаем так, чтобы ваша ритмичность была на самом высоком уровне. Итак, у нас получается, что в нечетные счета мы либо начинаем движение, либо формируем конечную позицию. При этом в четные счета мы либо продолжаем то действие, которое начали в нечетные счета, либо находимся в той точке, которая уже была создана ранее. Такая логика с большой долей вероятности позволит вам танцевать элементы и квадратные, и элементы на три счета, соединять их между собой и быть ритмичным. И почему же это еще хорошо? Потому что с точки зрения базовой музыкальности ваше движение, которое начинается в сильную долю, то есть раз, три, пять, семь, смотрится всегда более ярко, чем если бы вы начинали это же действие делать в четные счета. Поэтому и музыкальность становится чуточку, но лучше. Аналогичный принцип сохраняется в партии партнерши. Например, в элементе теневая позиция. На выходе из теневой позиции, здесь, когда партнер открывает слот партнерши и дает ей возможность выйти, задача партнерши не шарашить в любой какой попал счет, вот как только открылась дверь, сразу туда ломиться. А дождаться нечетного счета. Иногда партнер ведет здесь и непосредственно прям рукой дает понять, дорогая, идти надо вот сейчас. Иногда партнер не ведет и просто открывает партнерши такую возможность, чтобы она пошла тогда, когда сочтет нужную. Так вот, нужно пойти, желательно, в счет раз, три, пять, семь. Самый хороший вариант, конечно, это счет раз. Вот тут вы не прогадаете. Если вы пошли раз, два, например, и три, вы точно попали в нужный квадрат. Сегодня мы постарались с вами поделиться своими наработками, как сделать так, чтобы ваш танец с большей вероятностью выглядел в разы ритмичнее. Говорят, что традиции нужно соблюдать. Поэтому палец вверх, подписка на канал и нажать на колокольчик обязательно в конце каждого ролика.